Итак, банда, только что прошла экскурсия, очень интересная, и сейчас я для вас тоже немножко воспроизведу то, что запомнил. Значит, первое, то, где сейчас стоит у нас весь Москва-Сити, тут до 14 века были каменоломни, где добывали белый известняк для строительства Москвы. И после этого как раз-таки возникла корлатая фраза «Москва белокаменная». Значит, если видите, вот на том здании, на коричневом, наверху, есть балкончик. Это самый высокий балкон, по-моему, в Европе. Да, и балкон этот, он находится в пятиуровневом пентхаусе, то есть частный пентхаус пятиуровневый. Есть там только одна фотка с Тимати из этого балкона, вот, но представляете, на самом верху пятиуровневый пентхаус. Чуть ниже, видите, реклама. Это самый большой, самый высокий в мире рекламный телевизор, короче. Вот, идем дальше. Дальше вы видите здание высотки, сталинские высотки. Пойдемте с той стороны посмотрим. С этой стороны, если вы видите, стадион «Лужники». Самый большой в мире стадион, который вмещает больше 80 тысяч человек. Вон там справа, выше Воробьевы горы. Здесь вот эти крылышки. Два раза в месяц здесь проходят свадьбы. По великому блату, я так понимаю. Типа свадьбы, которые свершаются на небесах. Идем дальше. Все вот эти здания. Я думаю, какие-то башни IQ. Здесь всякие находятся офисы компаний технологических там. Но находились. Какие-то, может, находятся. Хьюлиты, там, Алибаба и так далее. Это здание ВТБ принадлежит. Тоже, видите, у него там рекламный щит ВТБ. Единственное здание, которое сделано по технологии еще старой, полностью из металла. Обычно используются сейчас металлобетонные конструкции. А это здание сделано из металла. Были по нему споры. Надежно, не надежно. Но в итоге все надежно. Все, слава богу, стоит. Ниже здание, смотрите, это вторая часть здания Федерации. Вот эта треугольная, где мы находимся. Башня Федерации. Она состоит из двух частей. Одна 60 внутри этажа. И одна 100. 101 этаж. В очень сложности это, где мы сейчас находимся. Здесь самая высокая фабрика мороженого. Мороженое чистая линия, которая делается по ГОСТу 1941 года. Очень вкусное мороженое. Здесь его можно есть без ограничений. Возьмем одну салфеточку. Не, не, спасибо. Я салфеточку только, спасибо. Я уже ел одно мороженое. Протереть экран салфеточкой. А далее, смотрите, здесь фабрика самая высокая в мире фабрика по производству шоколада. Шоколада. Вот там красиво что-то происходит. Крутится. Шумит, шуршит. Там наливается шоколад, смотрите. Тут ресторанчик. Столик зарезервирует, стоит 5000 рублей. И можно тоже есть мороженое без ограничений. Но не сильно пользуется популярностью. Один-два столика занято. Здесь, если видите, он вдалеке. Самое высокое технологическое сооружение в мире. Это Останкинская телебашня. Высота 500 с чем-то метров. И башни, некоторые башни еще продолжают строиться. А внизу, если вы видите, вот это прямоугольное такое узкое здание, это новый небоскреб, который в проекте. И он спроектирован как самый высокий из небоскребов Москва-Сити. Его высота по проекту там 440 метров. Но что-то он там не быстро строится. Вон экспо-центр внизу. А, кстати, вот это круглое здание. Не помню, что там строится. Но по задумке, это будут самые большие в мире часы. То есть там будут, видите, там уже цифры нанесены. Сколько-то там, короче, много сколько-то метров. 60 с чем-то метров по куполу. Типа самые большие часы будут. Рыболовная банда, всем привет, друзья. Нахожусь сегодня в Москве на стенде в Крокус-Экспо, где проходит выставка «Охота и рыбалка». По-моему, вторая или третья выставка. И сразу до входа меня встречают прекрасные стенды. Смотрите, компания «Следопыт» прямо на входе. Здесь, конечно, побольше гораздо места, чем в экспо-центре. Компания «Дунаев». Попозже к ним подойдем. И начнем мы с уголка. Компания «Посейдон». Наши южные соседи, Ставропольцы, спортсмены, которые в том году выиграли на Каневском все, что можно выиграть. Кубок России, чемпионат России. И вот он, Александр Лянин. Приветствую. Приветствую, Александр. Ну, как дела? Красиво у вас «Норюстен» стоит. Прям так сразу бросается в глаза при входе. Скажи, что вы привезли интересного на выставку? Чем можете удивить карпятников? На что в этом году будут ловить карпятники и выигрывать чемпионаты и кубки? Я думаю, так же все останется неизменным. Надеемся, что в этом году что ничего не поменяется. Клубника, мандарин. Как правило, холодная вода. Стараемся работать на мандарине. Это все варенка, да? Да, это все представлено вареной. Также есть весь ассортимент пылящего бойла, но его уже не стали везти. Привезли насадка варенка 16 и насадка 14. Также в ассортименте есть и 18 FDP, и 20. Но, как правило, в предыдущей выставке показали, что здесь любят маленькие насадочки. Поэтому в этот раз. Понял. Здесь ассортимент старались не везти. Также зерновые представили свои. Пыляк насадочный. Кстати, тоже зарекомендовал себе неплохо. Именно вот, скажем, по ловле. Такое уже, когда активная ловля начинается, прям вот неплохо. Что удобно, не слетает ничего. Под две-три рыбы ловишь на одну насадку. Понял. Друзья, это отличные бойлы. И в том году реально показывали себя хорошо на Каневском. Соняш, ты же знаешь, что в этом году я запускай свои бойлы. И буду прям конкурировать. Ну, спортивная такая здоровая. Хорошая спортивная конкуренция. Сюда должна быть, да? Да, все правильно. Правильно. Хорошие, хорошие бойлы, ребят. Я вам честно скажу. Я был на производстве. И Саша мне показывал, как делаются бойлы Посейдон. Действительно, очень хорошее качество бойлы. Вот. И я даже, честно вам скажу, я даже хотел договориться, чтобы по двоим брендам выпускала компания Посейдон. Но мы не договорились, потому что очень качественные ингредиенты используют ребята. Дорогие бойлы в себестоимости выходят. Ну, как бы реально такие спортивные серии. Поэтому я решил, конечно, свой производство открыть. И будем уже с пацанами честно конкурировать. Честно соревноваться. Хорошие конкуренции рождают сильных спортсменов. Все правильно. И двигает нас вперед, понимаешь? Мы раз друг на друга смотрим, что там где-то. Даже помогаем друг другу, подсказываем. И толкаем вперед. Весь бизнес и спорт. Да, так и все. Все, успехов вам. Побегу дальше. Спасибо. Давай, Саша. Давай, пока-пока. Ну что, двигаемся по порядку. Следующий стенд рядом с компанией Посейдон. Стенд компании Дунаев. Здесь много стоит спортсменов. Моих хороших товарищей, с кем мы не раз скрещивали шпаги на разных турнирах всероссийских в основном. И сейчас мы подойдем к Квою Павлищеву. Наш тоже почти что земляк. О, привет. Привет. Давайте микрофончик повешу. Смотри сюда. Хоп, чтобы тебе было идеально слышно. А ну-ка скажи что-нибудь. Раз, два, раз, два. Все, расскажи вам, что интересно на выставке. Может, какие-то новинки. Чем будете удивлять в этом году спортсменов и любителей рыбной ловли? Ну, как обычно, компания Дунаев удивляет всех. Прикормкой. И всегда, да? Всегда. Большим ассортиментом. На данный момент очень большой ассортимент продукции. По спиннингу очень сильно развернулись. Много хороших приманок, крупных, качественных, востребованных. Самое главное. Ну и что еще могу сказать? Кормушек, посмотри сколько. Кормушки красивые, да? Там же было слияние компании Vegas, да? Да, да, да. И как бы теперь это все под совместным брендом. Такие вот здоровенные 100-граммовые методы. Методные, да, сделали? Да, методные кормушки. Ну, они и были. Просто они стали теперь называться Vegas, Feeder. И Дуна, и все. Это... Тараканы, да, или как-то называют? Да, таракан. Отличная кормушка. Хорошо работает у нас. Здесь сильное течение. Хорошо держит дно. Не несет. Ну, я немножко по-другому их использую. Я их обрезаю. Они для меня слишком длинные. А короче ее? Да, я их... Ну, это прям для силы. Да, да. Оставляю сантиметр и их хватает. Потому что когда сильно длинная, она цепляется хорошо. Ну, она все подряд тогда тянет с собой. Все. И вот тоже классика проверенная. Ну, да. Хорошая пулька. Летит обалденно. Слушай, а вот из-за этих усов она так глядит нормально? Ничего там не... Не, нормально. Не, не, вполне отлично. Она и выбирается ровно хорошо. Когда вытаскиваешь тут, вот обратите внимание, то высечка, не просто сетка, а высечка. И она очень хорошо всплывает. А, не просто моментально всплывает. Как антикровода вообще. Да, да, да. Если будет простая клетка, то она всплывать будет гораздо хуже. А вот с высечкой все это прям отлично. Да, и когда вытягиваешь, ее не болтает, не крутит, то у нее хороший центр тяжести. И все отлично, короче, с этой кормушкой. Это, ну, пуля летит обалденно, большой кормоемкости. Но есть минусы у нее. Она тяжело всплывает. Такое ощущение, что там как кирпич тянешь. Она очень упористая. Ну, зато летит и большой кормоемкостью. Я на таких пулях, вот в чебоксарах, когда помнишь, когда ты сидел рядом со мной как раз, вот я вот такими пулями там и ловил, тогда у меня получилось выиграть вот таким инструментом. Короче, я понял, в чем волшебство-то твоей лоли тогда. Если у меня такие были пули, конечно, я тебе надо сильнее конкуренцию заставил. Еще это, пойдем, покажу. Еще вот новинки. Теперь в компании будут вот такие приманки. Вот. В компании будут вот такие приманки. Пуфы, так называемые. Ну, народный метод ловли. Хорошо работает. Но они довольно плотные. В воде не начинают расширяться, ну, и разваливаться постепенно. Хорошая штучка. Просто компания Дунаф решила расширить ассортимент и создать... Несъедобные? Ну, можно. Можно есть? Один раз. Эти грибы есть можно? Можно. Съедобные один раз. Съедобные один раз, да? Да, да, да. Ясно. Ну, соответственно, карпейла, зерновые смеси. Но это не новинка, они уже появились в том году. Палки свои не привезли? Палки есть, да. Вот сейчас занимаемся, как раз выставляем. Но новинка появилась, удочка длиной 4,20. Честно говоря, я ее еще сам не видел. Вот я хочу посмотреть. Тест какой? 140. Ну, это чисто такой heavy, мощный, с запасом прочности. Ну, по крайней мере, так говорят. Я еще в руках не вижу. Он больше под классику заточен или все-таки ближе к флэту? Дань, слушай, а 4,20 удочка далеко? Вот. Ну, и сейчас как раз, вот первый раз ее и посмотрю. Слушай, давай обзор в режиме онлайн. Я ее еще, честно говоря, не видел, даже не знаю, что там. Проп, эксклюзив, эксклюзив, первый обзор. Давай посмотрим. Ну, чехлы хорошие очень, если ты обратил внимание. Чехлы с осложнителем, я вижу, да. Да, 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 каждая удочка в своем, каждая колено в своем, в своем карманчик. Короче, общая фото сейчас. А, ковертипы? Оно бы не показалось разного диаметра, не, 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 не. Один диаметр, да, 3 миллиметра, скорее всего. Так, Юра, где-то форма? Один диаметр, посадка 3,5 миллиметра, яснешно. А сколько ушей в комплекте? 2, 3, 4? Ну, они не идут функциях, они идут просто под маркировкой. Ну, понятно, да. Ну, единица, наверное, самая легкая, но тройка будет самая жесткая. Ну, я ловлю такими удочками, только у меня 3,9, 4,2 еще не было. Вот я сейчас хочу посмотреть, что же это за зверь. Ну, ничего, такой приятный хваток. Да. Комбинированная ручка, пробка. С неопреном. Ну, что, отличная удочка. Саня, а кто там жаловался на нее? Вообще, отличный вариант. Сан Саныч, добрый день. Слушай, прям... Хорошо. Ну, такая, да? И по весу кто-то говорил, что она тяжелая. Но она и не дрым, то есть такая хорошая. Она такая должна быть. 353 грамма. Да, ну, я не знаю, что там за теоретики говорят, что отличный вес вообще для вот тут. Она, знаешь, бывает берешь удочки, вот. Легкого, более легкого веса. И они вперед клюют, тянут вперед. А здесь такого нет. Здесь вот если повесить катушку, будет центр тяжести прям там, где надо. Отличный вариант. И ручка хорошая по длине. Хорошая. Итак, друзья, Владимир Павлич нам рассказал про всякие фидерные новинки, новую удилища. И пользуясь случаем... Частично. Пользуясь случаем, благодарим Гоу. Игорь Сан Саныч, здесь Сан Саныч нам расскажет про новинки прикормок. Да, Сан Саныч? Хоп! А наверно, прикормок у нас всегда много всего. Да, но я уже видел, вы все равно анонсировали какие-то новинки. Там фидерные серии. Серии инерт фидерные еще. Обкатываемся. Обкатываем. Какая-то инертная была. Инерт вещь, инерт крупная рыба. Просто отличается они тем, что совсем ничего не плывет сверху. То есть вообще просто лежит? Вообще лежит на дне. И не лифтит? Не лифтит, не выносится течением. Ничего не происходит. А вот открытый пакет, да? Да, можно посмотреть. Это она, да? Причем у нее там разная структура. Ну, такая средне-крупная фракция. Ну, так, сейчас опаникуем. Запад вообще не тот, который мы планировали. Не успели получить ароматизаторы. Поэтому нам примерно что-то сделали. Ну, такой сладковатый кукурузка немножко там дает такой аромат. Ясно, ясно. А что там, пост, укладывали недавно какая-то там плотва, гипер-мега-плотва, что-то еще какая-то авторская. А это серия МС. Там мы, как, космарцев. Две плотва получилась. И... Серия МС это плотва. Престиж, да? Темная. И река с... Вот такой, наверное, у карпятника не очень укладывается. Будет в Беларуси продаваться, видишь? Картошка. Да, кстати, похоже. Кстати, хороший, да. Лайфхак. Ну, вот что, тигровый орех там не только плотва, да? Сейчас тигровый орех еще популярен у карпятников. Настоящий тигровый орех там использует? Ароматизатор. Немножко пару орехов покручить в пачку. Можно писать, что используем настоящий тигровый орех. Все, Александр, спасибо большое, побегу дальше. Давайте успехов вам. Бежим далее, ребята. Стенд компании Следопыт. Да, вытащил. Очень большая компания, которая производит очень много властных вещей. Мои друзья. И сейчас мы узнаем, какие новинки... Добрый день. Какие новинки... Приветствую. Какие новинки по рыбалке. Расскажите нам все секреты. Пройдемте, я вам сейчас все покажу. Чем будет удивлять рыбаков в этом году? Друзья, у нас, как вы знаете, компания Мультибрендова, да, занимаемся абсолютно разным направлением, как туризм, так и рыбалка. И если касаемо именно рыболовной тематики, у нас появились новые модели спиннингов. Для нас это очень важно, это модели кастинговые, да, то есть это под мультипликаторную катушку. Очень легкие, звонкие, то есть палочка практически ничего не весит. Контендер, это модель, это модель, это название модели, да, то есть это серия, которая у нас пока одна, но мы постарались включить сюда абсолютно все типы ловли. А бренд, это ваш бетонамазу, да, намазу контендер, то есть доступная по ценнику и людям палочка, которая позволит и твичить, и все, то есть есть в этой линеечке разные модельки. То есть у нас идут новые фидерные модели, также, то есть у нас обновились, потому что до этого, к сожалению, фидер был очень, ну, скажем так, совсем бюджетный у нас. То есть теперь мы перешли в класс средний, то есть фидера у нас до 180, а пекеров 30-40 грамм до этого. То есть здесь что заявлено? Либо прогрессивная 150 грамм. 12-футовка классическая 150 грамм, то есть на современных, уже в фурнитуре, на современных кольцах, поэтому также на мазу будет огромная линейка пидоров, начиная от пекеров, заканчивая хэви моделями, речниками. Пикер самый короткий 3 метра? Самый короткий у нас, да, получается вот два пекера. Два пекера не делали, да? Да, да, то есть они получаются вот. Это, кстати, вершиночки, сейчас надо будет еще найти. 8-футовка и 9, значит, 2-сорок, 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 2 фидера, да. 30 и 40 грамм, соответственно. Прям очень прикольно зубочистка, я такими не ловил даже. У меня самый короткий был 270. Александр, ну это совсем не ваша тема, абсолютно. Здесь тема больше на спорт, на лоу-лю, да, какой-то спортивной уклейки для адаптации другой рыбалки. Здравствуйте, как не моя тема-то, уклейка моя любимая рыба вообще, больше даже любит, чем карпа. Бойлы, Бойлы, Бигфиш, Only, Бигка. Все, не баловаться, да, у всяких отличий? Конечно, конечно, не мать абсолютно рукоять. Хорошо. У нас в этом году заходят также очки, для нас это абсолютно новая тема. Мы ранее не занимались, да, оптикой. Вот, а теперь доступны по цене также народные, скажем, бюджетные очки. То есть там ценники до полутора тысяч рублей. Поляризация разной степени, разное стекло, разная рама. То есть абсолютно большой и хороший выбор. Хороший, симпатичный. Возьмем на тест. Обязательно, мы вам пришлем на тест. Хорошо. Все, спасибо большое. Бежим дальше. Да, все, ничего не поставь всем. С этой стороны еще в компании Следопыт есть много всякого оборудования для кемпинга. Тоже подойдем, спросим. Добрый день. Что есть интересного у вас из кемпинга? Что может пригодиться рыбакам? Смотрите, начнем мы с новинок наших. У нас появились в продаже новые плиты. Это Magma. О, хорошая, глядика, большая. Она идет в комплекте сразу со сковородой. То есть очень удобно. Хорошая плита очень, я советую. Большая горюка, гляньте, слушайте. Может Санчес Китчен рубли попилить нормально на природе? Есть также у нас мини плитка, кубик. Тоже очень хорошая, популярная. Еще из новинок у нас Альпа. Альфа мини. Новая плита Scorpio. Очень такой дизайн интересный. А там разбирается полностью? Да, то есть разбирается, складывается. То есть получается один корпус здесь. То есть очень компактный. Новая у нас посуда радиаторная. Вот, пожалуйста. Есть как наборы, так и по отдельности все продается. Также у нас из новинок есть... Мисочки всякие? Миски всякие разные. Фляжечки у нас. Так, дальше пойдем. У нас плитки новые здесь появились. Вот такая миниатюрная плитка. Очень маленьких габаритов, но очень, очень и очень хорошо работает. Также у нас турбобойлы появились. Очень удобная. Турбобойлы? Класс. Новинка. А в чем фишка? Она быстро нагревается или что? Да, быстрое нагревание. Быстрое приготовление пищи. Много термосов всяких? Да, термосов. Очень много у нас. Турбобойлы, гейминга. По полике у нас идет тут огниво, компас, то есть в комплекте все вместе здесь идет. Ремни, кто будет плохо себя вести, можно ремнем. Да, да, да. Также у нас имеются пилы разного вида. Еще фонарики, да? Всякие разные мультитулы. Фонарики, да. Есть как ручные, так и налобные. Есть для дальнего освещения. Также у нас интересные есть мультитулы. Большой ассортимент. Большой ассортимент мультитулов. Много новинок у нас, то есть мы каждый год обновляем систему свою. А что самые популярные, какие модели? А, самые популярные, я вот вам скажу. Вот эта моделька популярная. Вот эта моделька популярная. Ну и тут одежда немножко, да? Да. Там у нас термобелье. Гермомешки также имеются у нас здесь. Разных размеров, разных видов. Плащи дождевики. Спасательные жилеты. Все понятно? Спасибо, спасибо большое. Очень интересно. Много полезных вещей для рыбаков. Обращайтесь. Да, спасибо. Успехов. Двигаемся далее. Большой стенд. Компания F-Fishing. Ну, все знают, что это компания бывшая флагман. Российское направление сделали ребрендинг. Называются эти F-Fishing. Я так понимаю, что и карповое направление тоже сделали. Ребрендинг. Элеганс. Метод. Sirius для Flat-метода. Много мебели у них здесь. Много людей. Сейчас пойдем поближе, посмотрим, что есть интересного. И может быть, что нового. Прикольный столик, смотрите, в двух уровнях. Кстати, интересное решение. Интересное решение. Кормушки. Простите. Кормушки, крючки. Ну, Гуру компания тоже дистрибитирует. У Гуру, конечно, качественные вещи есть. Всякие разные. В некоторых вещах прям законодатели моды. Известный бренд. Английский. Корда. Гуровские кормушки. Сейчас мы кое-как просим. Может, нам кто-нибудь расскажет, что-нибудь про новинки. Итак, друзья, за моей спиной интересный стенд. Новый бренд. Не видел еще ни разу. Компания производит разные системы питания автономного. И сейчас мы спросим. Добрый день. Добрый. Расскажите. Денис. Очень приятно, Александр. Что интересного делаете? И что может быть полезно для рыбаков? Ну, мы представляем гонконгский бренд Топон. На рынке мы уже более 15 лет. Раньше у нас основное было это ноутбучная тематика. Сейчас мы стали развиваться больше в сторону туризма, рыбалки, охоты. Вот есть у нас, как для примера, станции электро. Они, начиная от маленькой на 600 ватт, заканчивая большой, огромный. Вот туда вот дальше, да. Она, вот именно этот вариант на 10 киловатт. Вот она, да? Да. Это сама станция 5-киловаттник и дополнительная батарея к ней. Подключить можно до 15 батарей. То есть, емкость у него может быть, мощность просто огромная. Также может быть интересно инверторы. Этот на 3000 ватт, этот на 1200 ватт, этот на 600. А это что, солнечные батареи? Это солнечные панели, да. Как маленькие бытовые, вот, например, вот это вот 10 ватт. Так как горные туристы любят, чтобы у них было все минимум, вот это их вариант. Плюс в горах очень солнце высокое, очень яркое. За счет этого будет КПД достаточно неплохо. А скажите, допустим, для карпятников, да? Карпятники, особенно в южных регионах, рыбачат, например, трое суток. Часто берут с собой небольшие холодильники. И вот что, допустим, работал холодильник небольшой, работал, зарядка работала, да, там, на два телефона. И трое суток можно было себя комфортно чувствовать, заряжать телефоны, пользоваться холодильником. Это вот какое решение было бы оптимальным? Ну, оптимальное решение будет, наверное, станция на 600 ватт или на 1200 ватт. Она достаточно емкая сама по себе, что одна, что вторая. Плюс ко всему есть, здесь у нас, к сожалению, не представлено, Вот есть большая солнечная панель на 220 ватт, но есть такая же 100 ваттная. В принципе, человек днем рыбачит, вечером разряжает станцию, с утра опять поставил ее, солнечную панель подключил, она у него весь день заряжает. К вечеру он имеет полностью заряженный пауэрбанк. Супер, супер. Спасибо большое, интересное решение. Надеюсь, моим подписчикам тоже будет полезно. Перекрестный огонь. Сан Саныч, здравствуйте, здравствуйте. Рад вас видеть. Взаимно. Сан Саныч, сразу, чтобы, как и сказал, чтобы сразу бизнес пошел в гору. Ничего себе, смотрите, друзья. Первый ежедневник фишинг-бенд. Где так вы видите? Александр, это просто эксклюзив. Большое спасибо. Чтобы только лучшее было. Спасибо, Сан Саныч, спасибо. Кто не знает, Сан Саныч, основатель, руководитель, как правильно, лиги мужских интересов, да? Производство Мариарти, это лига мужских интересов. Все, что нужно, наградная атрибутика. Вот такие вот всякие штуки прикольные, смотрите. Классные. Это сюда. Контакты, ссылку оставлю под этим видео. Спасибо, Сан Саныч, спасибо. Рад вас видеть. Все хорошо, все хорошо. Следим. Галопом. Реалити-шоу. Как знаете, так, галопом по Европам, вот так у меня. Только не по Европам, а по Китаю, тут по Москве, галопом. Ну, пойдемте, может быть. Пойдемте, да, пойдемте. Пройдемся. Это компания, которая занимается различной аэрографией. Если кому нужно забронировать лодку, машину, палату, уникальная, индивидуальная, работа с большим опытом. Думаю, что это стоит, конечно, недешево, но вдруг кто-то хочет так вот прикольно раскрасить машину или лодку, или рот-под, что угодно. По лодкам, конечно, большой ассортимент на любой вкус, на любой кошелек. Большой очень павильон, и прям такие модели интересные представлены. Из какого-то пластика. Я думал, мы только что с вами видели самую интересную лодку, которая называется Mercedes-Benz, но нет. Зацените. Вот это лодка для рыбалки. И даже пушка идет в комплекте. Какая-то движуха тут идет. Фор. Или, я не знаю, что, кадетский какой-то корпус. Вот это хорошая лодка. А вот, смотрите, прикольный какой-то катамаран с шезлонгом. Завалился сюда, взял какую-нибудь там самбуку, постаканник, холодильник. Видите, у нас стоят двигатели. И едешь, чилишь. Симпатичный стенд компании Волга Бейтс. И здесь они представляют удилище. Мои добрые товарищи. С Настей, здрасте. С паролкой. Видите? Стоят паролки. Можно кого-нибудь выпарать. Жесткая капалка. Жир на стоят. Целый стендом выделили. Ничего себе. Небольшие крошки. Карпового ассортимента. Свингеры. Синдаторы поклевки. Тайпан. Все это бюджетное. Пробочки. Да, пробочки. Опять мы вернулись к следопыту. Прикольная у них палатка. Кубик-рубик. Я видел такую палатку на выставке в Китае. Подобного плана. Но там она была не проклеенная. Здесь уже вроде заработаны все швы. Поверху проклеенные. В общем, внутри места достаточно. Я думаю, что раз, два, три. Три распадушки вообще легко станет. Видите, сколько стоит стол. Стулья, 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 стулья. Очень компанейская палатка. Открывается со всех сторон. Проветривается. Вполне пригодно для использования на карповых сессиях. Рыбалуна-банда. Мы находимся на стенде компании F-Fishing. И за моей спиной уже рядом стоит мой добрый товарищ Олег Вициния. С кем мы много раз скрещивали шпаги на турнирах по фидерной ловле. Было дело. Олег, расскажи, пожалуйста, что интересного. Я заметил, во-первых, ребрей нет где-то раз. Во-вторых, у вас появился новый бренд Elegance. В целом, что интересного для любителей фидерной ловли прежде всего? Расскажи о новинках. Значит, короткая предыстория. Раньше F-Fishing это был интернет-магазин. На текущий момент это уже как-то больше в оптовую компанию все превратилось. Начали завозиться другие сторонние бренды. Все это началось с Овнеров, Гуру, Корда и так далее. И сейчас уже одним из таких основных брендов, с которыми планируется работать в ближайшую перспективу, насколько я понимаю, стал сербский бренд Elegance. Вот, сербский бренд представлен двумя ассортиментными матрицами. Одна, которая посвящена классическому фидеру. И вот она выглядит вот буквально в синем оттенке. То есть они разделили по цветам. Все, что синее, это классический фидер в прямом смысле этого слова. Но есть еще фидер методный. Flat Feeder или Method Feeder. Это зеленый оттенок. Я вот почему в зеленом-то хожу, плаще, потому что у меня принадлежность, ввиду того, что я начал в свое время работать с Гуру, теперь меня уже приставили к Elegance Flat. На меня, в общем, теперь в обязанности повесили, можно так даже сказать, повесили. Все, что связано с Flat, удилище, катушки и так далее. Ассортимент большой. Ну, и к тому, что все есть, и катушки, и лески, и вот это вот все-все-все, что нужно. Поэтому ассортиментная матрица большая, ценовой сегмент от дешевого и в основном среднего. Но есть какие-то позиции там и дорогие, но в основном это удилище. Там графит, вот эти всякие используются. Сороковые, туда-сюда, тареи. Поэтому там где-то подороже. А так вот, если коротко, значит это вот примерно основная и главная новинка выставки. Ну, есть какие-то интересные решения, да, я вот раньше не видел двухэтажных столиков. Я тебе честно скажу, так как я всегда склонен со всеми подписчиками общаться честно, значит это одно из самых неудачных решений. Не очень удобно, да? Очень тяжелое. Выглядит прикольно. Но это надо быть очень большим фанатом вот этого комфорта. К креслу, к платформе все привыкли. Но сам по себе стол, если ты его из багажника потащишь, вот устанавливать на платформу, это гири какая-то. Это, я считаю, надо оптимизировать. Это, наверное, может быть и выглядит неплохо, но не самое удачное решение, которых, слава богу, не так уж и много. Потому что все равно бренд сербский, они на российский рынок приехали, ой, а у вас тут по-другому, да, у нас что-то по-другому, что-то так же, как у вас. Поэтому мы сейчас берем большой напильник жирный и обтачиваем чуть-чуть элеганс, да, чтобы он немножко нашими цветами российского флага так светился. Ну и отлично, что, сербский бренд, друзья, сербский бренд это братушки, братушки наши, поэтому молодцы. Вот я никогда не видел, чтобы, знаешь что, привозили фонари. Есть специальные фонари, вот этот вот на кепку. Ну, их этих фонари-то миллион, наверное. Короче, этот просто вешается специально с широкой линзой, он на кепку, вот. Ну и там типа сидишь, ночная рыбалка, там что-то вяжешь, вот его включил, он прям вниз широким лучом светит. Ну, прикольно, вот. Разные фонари, всякая эта вся история. У меня всяких текл, там ножнички. Ножнички хорошие, да. Маленькие кормушечки прикольные. У нас, я не знаю, у нас-то не особо популярны маленькие веса. У меня вообще не не популярны, я не знаю, этих англичан смотрю, там они ловят, чуть ли не в грузил, заталкивают этот микропелец. Ну, у них зима-то как по насосе, в Краснодаре, наверное, да? Знаешь, я вот в Китае тоже сейчас же был, и максимальные веса, тоже прикольно, они там содрали с Эвид Карпа кормушки, но максимальные веса 60 грамм. А, ну правильно, нам это немножко маловато. А мы от 60, как правило, там 60-70 грамм, как бы и так далее. Особенно, если есть талант кидать на 150 метров плюс. Ну, у нас же Эвадо тоже побольше, чем в Англии, там не ловят в своих маленьких грудиках. Да, согласен. Ну, прикольно, интересная форма есть, я таких вот не видел. Я тоже не видел, я пока сейчас до конца не понимаю, что с ними делать. Ну, а тестить? Смотрите. Ну, это вот классический, наверное, метод, вот сюда каши напихал. Ну да, может быть более рыхлый корм можно использовать. А, ну, в общем, да. Раз, это то и верно. Что если со стороны закрыта, может быть просто более рыхлый корм. Или наоборот пшенки. Да, сейчас. Интересно, что интересно. Тут тоже, где они понаделали, тоже какая-то форма новая. Здесь клипса под волос, чтобы типа попа ровно всплывал над кормушкой. Не знаю, опять-таки, насколько это все актуально. Как по мне, это блажь. Вот. Но может кому-то действительно важно. Ну, значит, с точки зрения маркетинга точно прикольно. Что-то такое новенькое. Тут решат все люди. Потому что я там развиваюсь в одной плоскости, другие профессионалы тоже в какой-то парадигме развиваются. А народ вообще-то может ему все в своем ключе придумать и расставить, так как ему нужно все это. А народ проголосует рублем. Сто процентов. Нужно решение. Поэтому и посмотрим, что из этого все получится. Ну, все. Спасибо, Олег. Спасибо за последний рассказ. Спасибо. Что зашли. Скоро увидимся. Я тоже за тобой слежу. Спасибо. Смотрю сторисы. В Телеграме, правда. Все очень интересно. Особенно последние. Спасибо. Стараюсь. Ну, наконец-то, после определенного перерыва здесь собрались лучшие компании, лучшие гранитные оболоны в рынке. И, соответственно, мы не могли не приурочить вручение главного приза сезона ПАУ-2023. Это то действие, когда этим действием мы закрываем сезон ПАУ-2023 и стартует сезон ПАУ-2024. Я вас уверяю, он состоится. Он будет очень интересным. Я надеюсь, что у нас получится подготовиться к этому сезону, чтобы все остались у того, и спортсмены, и зрители. Но для того, чтобы нам с чистой совестью войти в этот сезон, у нас остался большой дом. Вот для двумя вот этими прекрасными молодыми людьми, которые честно отряженные с Локтой Допе завоевали этот приз. Этот приз состоялся благодаря таким компаниям, как «Фабрика Лодок», представители Дмитриевого хозяйства. Этот приз «Фабрика Лодок» предоставил все строки. «Фабрика Лодок» предоставил все строки. Ну и наконец, вручаем этот приз. Это называется «Награда на платы своих героев». Итак, главный приз – балл 2023. Открываем, что мы всегда не задумали. Ура! 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 Рыбалона банда. Ну что, я нахожусь на сцене компании Фидер Концепт, Салма Маркет и рядом со мной мой добрый товарищ из Беларуси Юра Лисовский. Кстати, кто не знает, я на 25% белорус. У меня дедушка из Могилевской области, деревня Ассовцы родом, поэтому особо теплые у меня отношения. Я на 75% белорус. У меня дедушка из Ленинграда. Почти родственники. У нас там 100 плюс 100. Юр, ну расскажи, что интересного есть на стенде? Естественно, у меня в основном банда моя рыболовная. Это карпятники, фидеристы, флэт-фидеристы. Что интересного, что можешь показать, чем удивить в этом году народ? Да, на самом деле, показать пока что немного можем, потому что все-таки февраль, конец февраля, новинки еще не успевают доехать в дизайне. Я мог бы сюда привезти без дизайна, но это некрасиво. Ну это не фирменно просто. Конечно, конечно. У нас компания, которой 35 лет, извините меня, мы должны как-то показывать уже готовы. Все правильно. Поэтому из того, что успела к нам приехать, это обновленная линейка фидеров дистанц. К ней причастен Норманд Гробовский, который там сидит. Но именно к рестайлингу причастен только я, и отвечаю, виновен буду только я. Значит, что мы изменили? Дистанцы у нас, на самом деле, в Беларуси, да и в России, зная по продажам, очень популярные удочки, потому что они, пусть и не суперделикатные и легкие, но они надежные. Они позволяют людям превышать тест, забрасывать куда-то то, что не надо туда забрасывать, да. И мы немножечко обновили, причесали линеечку, убрали из нее, на мой взгляд, цыганщину, которая была. Мы сделали обновление линейки, это фидерконцепт Дистанц Блэк теперь называется у нас тема. И теперь все удочки, которые 4.20, идут у нас вот... Красивый комель. Ну, красивый комель, по сути, много фирм используют эту термоусадку, это просто термоусадка по эве, которая хорошо садится, потом хорошо моется, не разлагается от нашей грязи, от наших дождей, если вдруг удочка стоит на флоте. И тоже палки мощные, их использовали для ловли карпа. Но у нас были очень старая карта колец, очень старые кольца, непрактичные, поэтому обновили колечки, поставили недорогие, но хорошие кольца с антизахлестными свойствами. Естественно, вот кто там увлекается, знает, как эти факелы все гасятся, здесь мы его гасим, там мы его переводим на бланк. Теперь в этом плане станет лучше, но не забывая о тех людях, которые уже имеют дистансы, все остальное, грубо говоря, все остальные колена, кроме комля, мы оставили теми же самыми. То есть будут запчасти, они сейчас есть, будут вершинки и, по сути, просто такой причес небольшой, небольшое обновление линейки. Все, которые 3.9, 3.6, у нас остались с классической рукоятью, пробочка, плотная эва хорошая, можно большие катушки ставить, можно ловить карпа, ну и ловить на реках. Конечно, это не деликатные снасти, но это народные, они очень востребованы, ну вот обновление линейки пришло. Кроме того, здесь нет, я не привез с собой, наверное, самолетом летел, не мог привезти. У нас будет две палки чисто под флэт, которые я прошлый год гонял, ну такие, просто не ломающиеся, хорошие. А кольцо верхнее на квивертипе, не помнишь, какой диаметр? Не расширяли? Кольцо верхнее на квивертипе, внутренний диаметр 3 миллиметра, да, и оно антизахлестное. И вершинки дубы, просто, ну чтобы флэтом ловить. Когда пытаются на фидер далеко забросить, ты знаешь сам, что стеклопластика, вот эти все сопли просто не нужны. Поставил большие кольца, жесткую угольную вершинку, и она, ну конечно, к карповому удилищу не приблизится, но близко к тому. Кроме того, на флэтфидерных палках кардинально уменьшили количество колец, ну вы же зачем их там? Если, если карповая палка разгружается семью кольцами, зачем ставить 14-15 колец на такой же длины палку фидерную? Поэтому у нас там будет 11 колец, ну там в зависимости от модели. Они большие, тридцатка входная, ну как для флэтфидеристов. Супер, супер, молодцы. Что ты еще хотел мне показать? Вот это что такое? Да, и хотел показать, вот просто в тематике, чтобы оставаться канала, да, тоже по моей просьбе, как бы по моему требованию. Два шок-лидера для флэт-метод фидера. Так, а где тут 15-15 колец? 1, 0,25 и 0,2, да? 0,25 и 0,2 по разрывной нагрузке, чтобы ты понимал, ну ты понимаешь, соответствует 15 лб и 25 лб. Конечно, 135 груз карповый силовым забросом не забросишь, но 80-я флэтка на 25 лбовом, восьмижильном, достаточно мягком шнуре и очень скользком будет вылетать замечательно. Хороший, гладенький шнур. Да, кроме того, очень важно тот момент, о котором мало кто говорит, когда мы формируем узел, нам важно, чтобы наш шнур, наш шок-лидер был скользкий, чтобы он не портил основной материал. Если я, допустим, хочу забросить далеко, я монку беру 0,22 и вяжу на него, допустим, 25 лб шок. И в моменте затягивания это очень важно, чтобы он был скользкий, чтобы он мою монку не пережег, потому что отстрел обычно шок, узел и кусочек монки. Вот это, а кусочек монки, потому что пережгли на затягивании. И вот бельевые веревки с Алиэкспресса плохо для этого на самом деле подходят. Пусть она 4-х жилка, пусть она, но она грубая и она монку 0,22 ловишь, ты, может, 0,25. Нет, даже карпа 20 ловим. Я иногда даже 0,20 ставлю, если честно. И мне вот на затяжке узла, и он получается компактный. Два шока. Цена, чтобы вы понимали, там, самое, конечно, идеальное для меня шок-лидер, это Fox Submerge 25LB35LB. Но там цена 50 долларов. За бобину, правда, 300 метров. У нас цена 7 долларов. 7, 8, 700 рублей, 600, 700 рублей для шок-лидеров. Нормально, 100 метров, да? 100 метров, да. Хороший шок. Гладенький, но очень. Да, гладкий, мягенький. Ну, вот такой продукт, то, что касается флетфидера. Остальное, очень много новых эво-емкостей, которые выполнены не в формате пайки, когда эво-сэво спайная, а литье эво. Это сейчас такой немножко тренд у фидеристов есть. Наши, которые когда-то были законодателями мод, англичане и прочее, это делают. Но мы тоже сейчас можем это делать. Мы сейчас активно занимаемся тем, чтобы те же самые товары, которые продаются под брендами ПМ, которые в Европе, появились у нас по цене. Они будут выгоднее. А делаются, как все знают, они в одном и том же месте. И это, так понимаю, карта, где у вас магазины, да? На территории Москвы. Оффлайновые магазины. Да, у нас в этом году первый раз выставляется наш розничный магазин и наш интернет-магазин. На данный момент у нас 5 розничных магазинов в Москве. Все формата 200 плюс квадратов. Большие там представлены и карповое направление. Есть и Starbase ProLogic, и Cordo, и Corum, и Preston. Ну, вот эти все импортные бренды модные, потому что все-таки от моды никуда мы не ушли. И у нас есть интернет-магазин salmamarket.ru. На момент выставки, но ты уже не успеешь, но там 25% короче было, вы пропустили уже. Но подписывайтесь, следите, потому что еще будет наверняка. Кстати, там работает промокод Лисовский, написанный латинскими буквами. 10% всегда есть. Все, друзья, понятно. Всем рекомендуем покупать и пользоваться продукцией Feeder Concept, Salman, магазины. В общем, спасибо Юре, все было интересно. Спасибо, было приятно встретиться. В общем, всем респект, идем дальше. Пока. Здесь я же рыбак. Есть то общество в группе ВКонтакте. Большая группа ВКонтакте. Здравствуйте, головная банка. Здравствуйте, спасибо. Все хорошо. Как добрались? Все хорошо, отлично, отлично. Уже сегодня обратно домой. А он в экспоцентре на той выставке. А, он туда поехал? Да, да, мы разделились. Разделились, да. Как бизнес у тебя подпекает? Спасибо, все хорошо. Все хорошо. Все получается, да. Когда ожидать? Ну, продукция, питание уже в марте, думаю, появится. Да. А все остальное, ну, в течение сезона. По факту же делаем фундамент на следующий сезон. А, так? В Китай же ездил, да, и там все нашли. А там все будет, бойлы у вас только еще? Нет, у нас все будет. У нас будет и бойлы, и удочки, и катушки, и лески. Вот так, прямо целый набор. Все, что связано с карпом и с фидером. Прямо так, серьезно вложились. Максимально, максимально. Ну, уже так, как бы, играть так по-крупному. Слежу за вами, слежу. Спасибо большое, спасибо большое. Всего удачи, благослови. Да, спасибо, всего доброго. Вот, видите, подписчики. Встречают подписчики, приятно узнают, следят. Здесь компания производит в спальнике, и у них есть, гляньте, прикольный рекламный слоган. Создаем идеальные условия для работы на маркетплейсах. Интересно, в чем же заключаются идеальные условия. Девчонки уже засмущались, ладно, не будем их смущать. Хотя, конечно, интересно узнать, в чем же идеальные условия для работы на маркетплейсах. Какие-то бренды. Вовбейк, прикормки собственного производства, натуральные ингредиенты. А ну, давайте глянем, что за прикормки. Ничего себе. Ничего себе. Пелец. Ты заплатила все? Прикормки. Нет, наличка. Много новинок. Вот, ребята, зацените, какой интересный стенд. Весь блестящий. Здесь всякие штуки для ловли марлина. Офигеть. Смотрите, какие палки, какие багры. Давайте поближе подойдем, посмотрим. Ничего, подойдем, мы доберемся до морской, океанической рыбалки. Карабины. Правильного размера карабины. Шнуры 0,30-е. Тут у вас нормально, на серьезную рыбку, да? С Настей. Да, на фидер рыбалки. Карабинчики. Под фидер не пойдут? Нет. Крупновато немножко под фидер. Как вы думаете? Хорошие. Радминчики. Смотрите, какие бокалы красивые. И, конечно, очень важный элемент любой рыбалки, это шампура. Шампура, мангалы. И все, что с этим связано. Ну что, друзья, на этом моя небольшая экскурсия по выставке в Крокус-Экспо. Международная выставка охота, рыбалка заканчивается. Надеюсь, вам было хоть немножко интересно и полезно. Увидели новые, старые, известные и менее известные лица. Ну, а я отправляюсь в Шереметьево. И уже сегодня, наконец-таки, возвращаюсь домой спустя 10 дней путешествий. Но уже через день еду на зарубу фидерную. У нас будет большая фидерная заруба. Участвовать не буду, но буду снимать для вас контент. Так что ссылка на это видео будет здесь где-нибудь повыше. В общем, сезон начинается. Приходится быстро двигаться, много снимать. Поэтому все для вас. Подписывайтесь, переключайте. Фу, переключайте. Переключайтесь на канал. Да, сразу смотрите, подписчики. Банда! 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 Красавцы. Все, друзья. Все подписывайтесь, ставьте лайки. По-любому. Как банда. Да, и банди ставьте лайки, и философии рыболова ставьте тоже лайки. До скорых встреч. Пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok